всем привет давно у меня не было на канале обзора посылочек и вот получила посылку из дн хочу поделиться с вами что заказала покажу сейчас все расскажу начну с того что получила посылку да и вот так она была открыта но скорее всего просто ее раздавила подвесом наверное на ней лежал кота другая посылка тяжелая ее раздавил но я сначала так испугалась думала что залез вытащил что-то ну нет посылку я еще получила в субботу посылки уже не хватает одной вещи я заказывала мужу зонт машину ну такой карманный зонда очень маленький специально для него машину потому что нету был сильный дождь он промок попросил меня заказать в общем то и я заказала ему этот зонтик обыкновенный черный и сейчас вам покажу что заказала и расскажу я уже потихоньку готовлюсь к отпуску заказала вот такой гель написано что это сто процентов алоэ вера гель ну посмотрим я обычно тоже в дм брала такой специально я всегда беру в отпуск что кожу свою натираю после того как загорает с таким найти охлаждающим эффектом 92 процента но девочки которые живут в германии наверное знают наверняка тоже покупали но его почему-то в этом году не оказалось наверное его сняли как больше него не делают не упускают и вот такой либо в интернет-магазине не было натие ну поленилась другой город ехать время последнее время не очень хватает поэтому решила заказать интернет магазин ну попробуем посмотрим вот таким дозатором удобным потому что меня очень проблемная кожа буквально через два-три дня у меня высыпает цепь и это аллергия на солнце на чересчур когда вот эти уфа у чересчур большой процент у меня такие как вуды реки вскакивают они такие водянистые и потом они так очень зудят и вот я спасаюсь алоэ вера либо финистил гель ну финистил гель как-то не очень а вот алоэ вера мне очень хорошо помогает но единственное что да я теперь взяла другой другой бутылек другой не знаю как он будет тут тоже написано что охлаждающий эффект посмотрим посмотрим увлажняющих охлаждающий эффект вот попробуем потом может быть расскажу вам что я еще заказал ну вот такая это дезинфекцион метель дезинфицировать руки антибактериолин инхальдштофы грейпфрукт экстракт просто на на руки нужно его брызгать и дезинфицировать вот хотела заказать 2 штуки но ограничено только пробежь ну про одну про заказ одну штуку выдают дают руки но уже давно этот ажиотаж закончился так я и не поняла почему вот так это единственные вещи которые я заказала себе которые мне нужны в отпуск но я даже на этом никогда не остановится вот заказала себе витамины такие для волос для укрепления волос я вообще девочки не живу без витамин как только я перестаю пить витамины у меня сразу волосы начинают такие становятся тонкие начинают сыпаться такие ну как пушок потом практически вот спасать витамины без витамин вообще не живу для волос это биотин я обычно тоже беру кератин либо берет биотин как бы чередую но обычно я конечно беру мерц от фирмы мерц ну вот решила попробовать эти потому что я знаю что фирма болею очень хорошая фирма это марка д в общем-то активно пользуюсь этой маркой все продукты мне нравятся и вот увидела эти капсуле тоже какой-то новый продукт я раньше не видела в дым может просто не замечала не буду утверждать и вот увидела решила попробую так как вы знаете фирма болей ну не сколько не уступать дорогим маркам сколько я крема брала различных продуктов от этой фирмы я всегда оставалась довольна и так как я слышала также что знаете я училась до в дм и как бы нам учитель всегда говорил что марки а дм они нисколько не хуже марочных продуктах так как марки огромную огромные суммы тратят на рекламу а так как дм не делает рекламу для своих продуктов то и цены у них приемлемые поэтому цены не взлетают так высоко как у марков продукта так как они это те средства которые используют для рекламы потом калькулируют в цену и так нам говорил наш учитель идем дальше значит знаете я обычно пользуюсь не кремами а феру не за мне больше нравится консистенция серума а мне нравится что они не жирные мне кажется они лучше впитываются в кожу и так как я тоже пользуюсь не за роллер у меня есть такой роллер с иголочками знаете кстати девочка если кто-то хочет я могу сделать небольшой обзорчик показать вам этот роллер этот серум я просто взяла попробовать такой небольшой флакончик попробую посмотрю моя серым закончилась это уже обычно беру от лореаль париж решил тоже попробовать какую-то другую пипеточкой удобно запах такой приятный но не пахнет какой-то парфюмерии то есть она без аромата но все равно пахнет такой какой-то как лекарством что ли но приятный запах все равно отдает как лимоном что ли вот тут нарисован лимон до напишется на что против морщин интенсивный серум подтягивает кожу будем пробовать далее и вот понравился мне тоже это также серум но он на основе гранат гранат аппель это биопродукт эту фирму знаю мне она очень нравится я как-то брала себе от этой фирмы крем для рук тоже кстати на основе гранат аппеля основе граната и меня я была очень довольна теперь хочу попробовать этот серым кстати там была с пометка что-то новый продукт попробую продукты были достаточно не такие дорогие этот по моему стоил я потом в конце поставлю в левом нижнем углу на каждый продукт цены потом заказала вот такие тени я немножко не угадала девочки знаете все таки тени нельзя заказывать по интернет-магазину то есть никогда не цвет не совпадает там они были более персиковый цвет получила я их они желтые практически очень хороший такой перламутровое содержание очень высокая тени хорошо держатся не осыпаются и вообще конечно я пользуюсь тенями вот этой фирмы во первых она бюджетная и для своей цены она очень приличное качество мне нравится я пользуюсь лориаль париж в основном у меня вся косметика этой фирмы но иногда позволяю себе немножко побаловать могу купить какую-то другую более дорогую фирму ну и вот так же помадка мне понравилась помада тоже кстати не тот цвет который я выписывала на картинке было намного светлее намного светлее но такой цвет для повседневной на повседневку пойдет неплохо вот такие закупочки я сделала обошлось мне это 48 евро все ну как я сказала я потом на каждый продукт поставлю цену что сколько стоило ну и в конце видео я еще хотела вам показать какая у нас вчера погода была знаете было вроде такая хорошая погода потом ближе к вечеру затянуло все небо стало такое черное и как посыпал град у нас вчера в общем ну правда это длилось недолго буквально пять минут он шел град не такой не очень крупный но все равно ничего не побил ничего все нормально просто сняла и по хочу вам показать и также вчера еще делала запеканку запеканку я делала хотела сделать творожное но у меня был уже в холодильнике йогурт скер это такой йогурт да он у меня его сын покупает обычно говорит что там много протеина и он его всегда покупает вот он набрал его много стояла и уже он у него датом уже заканчивался дата использования да я решила сделать небольшой эксперимент и сделать творожную запеканку из него и дочь сказала что это одинаковая консистенция у них в общем то я рискнула но не пожалела девочки такая запеканка получилась отличная очень мне понравилось даже больше чем творожность ну не с творога с творога делаю обычно делаю с творожной массы вот которая у нас тут продается в лидоле в пене но везде да везде творожная масса в основном продается уже перетертая вот мне он понравился больше он совсем не упал высоко поднял поднялась запеканка ни капельки не упала в общем на вкусу нежнее мне как мне показалось получилось потому что все-таки йогурт он консистенции немножко мягче был да ну единственное может быть я манки немножко на ложку больше добавила но в принципе можно было не добавлять зря я боялась мне кажется она бы тоже очень хорошо получилось вот конце тоже вам покажу видео поставлю может кто-то захочет да тоже сделать ребят привет смотрите что у нас погодка град пошел что-то и Ну-оу. А я вот своим сделала кворожную запеканочку на ужин. Я её сразу не вытаскиваю, всегда открываю немножко вот так дверь, чтобы немножко температуру сравнять, иначе она может упасть. Ну, а так оставляю минут, ну, буквально минут пять, и потом вытаскиваем, но держится. Ммм, какая вкусношечка получилась. Совсем не упала. Ну, и на этом буду заканчивать своё видео. Спасибо вам за просмотр. До новых видео встреч. Всем пока.